На российской авиабазе «Оленья» на Кольском полуострове, что у границы Норвегии, были переброшены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, способные нести ядерные заряды. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет норвежское издание «Фактиск», ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs. Снимок за 7 октября показывает, что на базе «Оленья» расположены 7 бомбардировщиков Ту-160 и 4 Ту-95. Через два дня Planet Labs зафиксировал 1 Ту-160 на взлётной полосе авиабазы. Это не первое свидетельство присутствия стратегических бомбардировщиков на авиабазе у границы с Норвегией, и ещё 30 сентября о нем писало издание «За Иерусалемпост». Тогда на «Оленье» было 4 Ту-160 и 3 Ту-95. Расположение стратегических бомбардировщиков на «Оленье» необычное, потому что обычно эти самолёты расположены на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах к юго-востоку от Москвы. Военные эксперты считают, что эти манёвры могут быть связаны с традиционными осенними учениями «Гром», но допускают и наличие в них элемента ядерного сдерживания, а, следовательно, составляющие ядерных угроз Путина. Последний раз российские ядерные учения «Гром» состоялись в феврале 2022 года, менее чем за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину. Они однозначно были предупреждением Западу, чтобы Запад не вмешивался, говорит норвежский военный эксперт Ларс Педерхага. «Это не первый случай, когда Россия осуществляет военную деятельность у норвежских границ». В конце июня она начала строительство радара «Резонанс-Н», способного обнаруживать истребители-бомбардировщики F-35, состоящие на вооружении норвежских и финских вооружённых сил. А в июле стало известно, что в Норвегии резко возросло количество случаев нарушения GPS-навигации гражданских самолётов, зачем, предположительно, стоит Россия. Друзья, всем любви, тепла, добра и мира. Чистого неба над головой, просторной дороги и долгих, долгих лет жизни. Не забудьте подписаться на наш канал и прокомментировать, что вы думаете лично на этот счёт.